друзья всех приветствую в этом видео тема про фонарь про абсолютно дешманский дешевейший фонарь но абсолютно классного качества за малые деньги не стану говорить где его приобретал дабы вы не сошли это за рекламу но стоит обратить ваше внимание на вот такой вот фонарик абсолютно ничем не примечательный да как бы классический фонарь за 99 рублей кто-то наверное может узнал этот фонарь и знает где он продается так что пишите в комментариях за меня я не буду указывать где продается такой фонарь абсолютно классного качества и светит очень ярко досмотрите до конца я покажу как он светит у него два режима я сначала расскажу про качество фонаря частично его вскрою открою покажу и вы поймете что стоит такой фонарь у себя в наличии про запас где-нибудь в рюкзаке в автомобиле в своем хозяйстве где-то там сумочки девушкам очень понравится такой фонарь потому что он не очень тяжелый размерность у него такая вот у меня ладонь она как бы крупная у меня да но фонарь вот так вот в крупном кулаке вот так выглядит в женском кулаке мы немножечко вот так вот но зато на ощупь он приятный тактильно как бы такой вот абсолютно адекватный он светодиодный него здесь два вида диодов вот такой вот по окружности свечение и в центре течение стеклышком абсолютный пластик здесь не стекло вот и цель на здесь капсула такая то есть я вот это вот откручивать не буду я вам покажу только вот тут где откручивается где блок батареи устанавливается прежде обращу ваше внимание правил эту кнопочку она вот в таком резиновом чехле вот такой гибенький приятный тоже на ощупь и четко нажимается но перед тем как нажать и показать как светится собственно говоря вот этот фонарь я хочу показать так сюда вставляются батарейки и какие вот откручивается вот это вот крышечка смотрите адекватно откручивается здесь резьба здесь резьба здесь внутренняя здесь внешне и он как трубочка выглядит вот такой корпус и здесь блок батареек вот такие здесь батарейки мизинчиковые вот они вставляются в этот блок тут пружинено смотрите приходите сюда вставляется батарея и одна наоборот вставляется батарейка вот смотрите здесь пружинка с этой стороны здесь пожел trikts flight стороны и вот такая здесь кнопочка контактная она вот вот там вот приблизитесь она мне зачем такой железный она упирается тот железный язычок и соответственно происходит замыкание контактов и при нажатии вот этой кнопочки вот она четко работающая происходит включение вот вставляется просто сюда придавливается и крышечкой закрывается до упора сильными затягивайте но так до упора просто затянули вот и все вот и весь фонарь а теперь я хочу просто показать как он светит далеко не буду никуда ходить я не на улице снимать особо нечего показывает тоже нечего вот тема про фонарь вот такой вот смотрите как он ярко светит осторожно глаза как говорит егений матвеев своих блогах здесь не сварка на фонарь вот так вот он светит смотрите еще раз видите это вот он вот так засвечивает все настолько мощный я даже не ожидал что вот настолько мощный фонарь то есть представляете как он в темноте светится это вот большой сейчас край сейчас я объясню какой светит светила только что вот этот вот желтый каем очки вот это желтая каем очка светит естественно фонарь особо не греется светодиоды особо не высаживаем батарейки то есть если так его оставить на два часа он также и будет светить на следующий раз он также и включится и второй вариант это вот это светится сейчас я покажу через два щелчка то есть включается сначала большой светодиод но потом переключить можно в малый это уже малый год второй раз я нажал вот он по центру светится камера конечно не передает он пославлен он более точечно видите более точечно то есть у него не рассеянный такой свет ну также особо не будет высаживать этот центральный светодиод батарейки в этом фонаре вот так отключается вот такой друзья абсолютно дешевый фонарь достаточно качественный достаточно прочный он такой черненький здесь вот ремешок вот вы видите в машине где-то если лежит такой фонарь если где-то будет в бардачке у кого-то валяться он непременно конечно же выручит всех здесь вот крышку я даже не пытаюсь ее открутить потому что я вижу что она здесь или запаяна или заклеена то есть это неразборная часть вот это только вот здесь вот можно будет как то пользоваться для того чтобы вставлять вот батарейки если сравнивать этот фонарь с дорогущими то он ничем не уступает дорогущим фонарям которые тоже выходят из строя теряются очень жалко потом а этот вот такой вот промежуточный вариант где-то иметь у себя дополнение никогда не помешает намекну только где он продается это супермаркеты такие где низкие цены достаточно качественные товары там конечно же это китайского производства фонарь но китайцы со своей промышленностью все более и более качественными становятся выходят на новый уровень производства и вот такие фонари я не удивлюсь что они продаются даже в развитых странах не только в каких-то там третьих странах но и том числе и у нас в развитой нашей стране так скажем вот такой фонарь абсолютно классная тема так что запоминайте следите за комментариями там наверняка кто-нибудь напишет где такие фонари продаются вот единственное здесь смотрите я не знаю это косяк или что вот технологический вот смотрите стеклышко вот так вот сюда немножко продавлена но она абсолютно не шелохнется не шевелится и там вот я когда выбирал фонари там вот у всех такая вот такой уклончик я не знаю для чего это сделано это нам такой технологический вариант приглядитесь вот тут близко здесь она немножко вдавлена но опять же таки ну по окружности ровненько стоит ну то есть здесь вот в паз вставлена внутри и все ничего не продавлено и он такой достаточно крепкий чувствуется что если его уронить он не разобьется вот такой какой-то пластик у него тип как такой промышленный что ли пластик но не хрупко не мельницы вообще твердо абсолютно вот такой фонарь друзья вот быстро все так вот это вот сейчас большой диод вот я закрыл еще раз приглядитесь смотрите но светят просто бомбезно то есть если даже где-то в темноту выйти у него как бы луча то особо нету он конечно рассеивается так сильно но опять же для дешевого варианты просто красота это маленький сейчас центральный свет и вот большой жму и ставьте лайки комментарии пишите и подписывайтесь кстати забыл сказать забыл поблагодарить всех своих зрителей на канале уже свыше 4000 подписчиков это классно канал развивается хоть и медленно очень но все равно дорогие друзья вы смотрите и кто-то смотрит кто-то подписывается и остается со мной кому-то интересно я буду продолжать снимать разные интересные видосики на разные темы технического характера и я расширяю немножко свою тематику на канале это добавляю кулинарные рецептики такие легенькие так что всем пока друзья спасибо подписывайтесь